МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спорцы вернулись с чемпионата России. В копилке наград и достижений спортсменов, золотая медаль и новый рекорд. А в каких испытаниях, узнаете в ближайшие 20 минут. Порядка полутора тысяч жителей округа пришли посмотреть на мишки на потягушке. Праздник, посвященный пробуждению медведя от зимней спячки в этом году, стал пятым по счету. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Александр Цибульский принял участие в рабочей встрече министра транспорта России Евгения Дитриха с главами субъектов. Встреча была посвящена вопросам реализации национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги на территории субъектов России. В Ненинском округе одним из основных мероприятий по выполнению ключевых показателей нацпроекта является строительство дороги Наринмар-Усинск, входящей в состав автодороги Наринмар-Усинск-Печора-Ухта-Сыктывкар. В целях исполнения этого мероприятия и достижения показателей нацпроекта округам предложено внести в решение рабочей встречи, совместную с Росавтодором, проработку вопроса об утверждении долгосрочного графика финансирования строительства автомобильной дороги Наринмар-Усинск до 2022 года. В администрации региона состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждалось внесение поправок в законопроект в сфере оленеводства. Он был доработан с учетом заключения экспертно-правового управления аппарата собрания депутатов Ненинского округа. В частности, закон дополнен статьей, в соответствии с которой уполномоченный исполнительного органа госвласти в сфере АПК должен будет ежегодно в срок до 1 июля предоставлять в администрацию окружной парламент доклад о проделанной работе за отчетный период. Кроме того, ежегодный доклад будут размещать на официальном сайте в сети интернет. Также в поправках учтены замечания с целью учета централизации проведения геоботанических исследований. В целях обеспечения рационального использования оленевых пастбищ уполномоченный орган исполнительной власти Ненинского округа в сфере агропомышленного комплекса организует закупку работ, услуг по проведению геоботанического обследования оленевых пастбищ и разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства территории оленевых пастбищ за счет средств указанного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Законопроект с внесенными поправками рассмотрят на заседании постоянной комиссии по делам Ненинского и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования. 10 апреля в республике Коми закроется ледовая переправа рядом с селом Усть-Уса. Из-за этого прервется зимнее транспортное сообщение между Ненинским округом и другими регионами России. Как сообщает Усинская ДРСУ, в связи с наступившими положительными температурами, 10 апреля будут выполнены работы по закрытию автозимника Печора-Кожева-Усинск-Акись-Усть-Уса. Также будут закрыты ледовые переправы через реку Печора, протоку Иджитошкурья и протоку Виловатник. Таким образом, будет закрыта ледовая переправа в районе села Усть-Уса. Ее длина составляет чуть более 1 километра. Этот участок связывает Ненинский округ и ряд населенных пунктов соседнего субъекта с другими регионами России. 8 человек эвакуировали в эти выходные спасатели зимника на Ринмарусинск. Все они передвигались на легковых автомобилях. На сегодняшний день передвигаться по зимнику разрешено только грузовому транспорту. Тем не менее, по данным спасательной службы, сейчас там находятся более 10 легковых машин и 20 грузовиков. По данным ГУПНАУ Наринмар-Дор-Ремстрой, сейчас на зимнике на Ринмарусинск работает около 15 единиц техники. Эти кадры в нашу постоянную рубрику «Мобильный репортер» прислали очевидцы, непосредственные участники прохождения зимней трассы. По словам автора, семье из Наринмара нужно было срочно попасть на Большую землю, но зимник был закрыт для легкового автотранспорта. «Сначала пытались своим ходом», — сообщает автор этого видео. «С первого раза не удалось проскочить. Проехав 7 километров по отсыпке, встретили огромный перемет. Развернулись и приехали обратно в Наринмар. В городе путешественники пытались найти единомышленников, чтобы все вместе попытать счастье. Нашли». Так как на выезде скопилось достаточно много грузовых автомобилей, им удалось договориться и поставить свое авто на платформу МАЗа. «И мы поехали. Огромной вереницей», — комментирует наш мобильный репортер. «Медленно, но зато едем. Ночью дорога сливается в единое полотно. К сожалению, наш водитель съехал с обочины». Как оказалось, зимник труднопроходим и для большегрузов. В результате на дорогу по зимнику у отчаянных путешественников ушло более суток. Напоминаем, зимник Наринмар-Усинск закрыт для легкового транспорта, передвигаться по нему разрешено только на грузовых автомобилях. Не рискуйте зря. Если вы стали свидетелем необычной или внештатной ситуации, других интересных моментов, отправляйте ваше видео на наш электронный адрес mobilesobaka.trksever.ru «Не пройти, не проехать». Из года в год с наступлением весны одной из самых актуальных проблем для жителей Наринмара становится непроходимая тайнья снегодороги. Особенно проблемными считаются отдаленные от центра улицы. Так, например, уже не первый раз к нам в редакцию обращаются жители микрорайона Мирный. Александра Литкова расскажет подробности. Сваленный в кучу снег вдоль заборов в микрорайоне Мирный – привычная для жителей картина каждую зиму. С приходом весны вся эта масса тает, образуются огромные лужи, которых могло бы и не быть, если бы снег вовремя вывозили. Заявки на уборку жители Мирного оставляют чуть ли не каждый день. Получастый город. Здравствуйте. Добрый день. Можно заявочку оставить по поводу вывоза снега? Поселок Мирный. Меня конкретно интересует переулок Рождественский. Вывезти снег надо тут не только с Рождественского, конечно. По всему Мирному вывоз снега осуществить надо. Лужи к вам. Все-все-все. Ваша фамилия? Носов. Поедут к вам. Сегодня ваша заявка принята. Из-за некачественной уборки снега дороги заужены, поэтому две машины с трудом могут разъехаться. Также сложно пройти с коляской или детскими санями. Они съезжают на дорогу прямо под колеса машин. Это переулок Высоцкого. Снежные кучи не убирали здесь ни разу за всю зиму. И так по всему микрорайону. Техника иногда приезжает, но разгребая переметы с дороги, оставляет сугробы вдоль улиц. Уборка снега производится после метели. Она производится только расчистка в стороны. А вывоза снега не производится. То есть ежегодно на этом месте лужа, примерно отсюда будет лужа и до подъема. То есть с двух, с трех улиц стекает. И здесь, как говорится, главная дорога. Откачки воды здесь тоже нет? Нет. Но когда уже начинаем жаловаться ежегодно, это происходит. Сюда ставят людей с мотопомпой и, соответственно, откачивают за бордюр. Происходит это обычно после большого количества звонков в предприятие «Чистый город», который и должен заниматься вывозом снега. Между тем, на предприятии считают жалобы горожан необоснованными. Все работы по уборке ведутся согласно муниципальному заданию и разработанному графику. На все заявки стараются реагировать оперативно. Работы в микрорайоне «Мирный» запланированы на этой неделе ориентировочно на среду. Но так там, согласно графиков, проводятся работы по сдвижке снега, по расчистке как автомобильной дороги, так и между дворовых проездов. Как пояснили в «Чистом городе», ежедневно на уборку снега и откачку луж на улице окружной столицы в две смены выезжает до 13 специализированных автомобилей. Уже на этой неделе к работе приступит новая коммунальная техника. Предприятие закупило многофункциональную машину на базе буханки. Общая стоимость – чуть больше 3,5 миллионов рублей. В «Чистом городе» отметили, что главное достоинство коммунальной техники – это ее компактность и маневренность. Данная техника предназначена для расчистки территории в труднодоступных местах, в том числе сразу для посыпки песком, тротуары или междворовые проезды. Малые габариты способствуют работе в местах, где крупная техника не может проводить работу. Кроме этого, на весенний период на предприятии увеличили штат сотрудников, для того, чтобы работы можно было проводить в две смены. Золотая медаль в беге с палкой на 3 километра по пересеченной местности и новый рекорд Ненецкого округа по прыжкам через нарты. Все это – результаты выступлений наших спортсменов на чемпионате России по северному многоборью, который на днях завершился в Якутске. Впервые за долгое время сборная региона выступила на соревнованиях в полном составе. Конкуренция оказалась крайне жесткой. Бороться за призовые места пришлось с лучшими атлетами из Ямала, Магаданской и Тюменской областей, Красноярского края и других субъектов. Все подробности далее. Наши многоборцы вернулись домой. И снова не с пустыми руками. Главная награда у Антона Латышева. В беге с палкой на 3 километра он стал единоличным лидером. Удивительно, но результат ожидаемый. В прошлом году на Кубке России представитель Ненецкого округа уже брал золото в этой дисциплине. Дистанцию Роман преодолел за 9 минут и 53 секунды. Своего ближайшего преследователя, а всего участников забега было 60, он обошел на 2 секунды. Признается, трасса в Якутске оказалась сложной. Вся трасса состояла только из подъемов и спусков прямых. Отрезков практически не было. Подъем, спуск, потом опять подъем, потом опять спуск резкий. Делаешь петлю и опять подъем. Мы еще бежали после всех, то есть сначала пробежали юниорки, потом пробежали женщины, потом пробежали юниоры. И потом уже побежали мы. Ну, мы бегаем по пересеченной местности, то есть снег, трассу разбили. Помимо Антона на трассу вышли его братья Роман и Артем. Прочем, их результаты оказались чуть скромнее. Пятое и девятое места соответственно. Что касается Артема Латышева, то на чемпионате России по северному многоборью он установил новый рекорд Ненецкого округа по прыжкам через нарты. За пять минут пятьсот восемьдесят раз. Правда, для победы этого оказалось недостаточно. Итог, пятое место в данной дисциплине. Есть, да, небольшой осадок. То есть подготовка была серьезная. Настраивался рекорд установить намного больше. Ну, то есть у меня предыдущий был пятьсот семьдесят. То есть хотел увеличить хотя бы. Ну, чуть-чуть больше. Достойные результаты показали и другие многоборцы. Юлиан Хозяинов, например, метнул топор почти на сто семьдесят восемь метров. В общей таблице он стал четвертым. Между тем, некоторые представители Ненецкого округа, по сути, перевыполнили на чемпионате нормативы мастера спорта. Не так давно были утверждены новые, более жесткие требования. Что касается общего результата, то сборная заняла пятое место из восьми. Результат вполне хороший, уверен главный тренер. Алексей Коткин не скрывает, могли выступить и лучше. Перед чемпионатом заболели сразу три спортсменки. Если бы, конечно, не тот факт, что они простыли и заболели, тогда, возможно, мы могли бы подняться выше. Но первым и вторым мы точно бы не были, но четвертым, наверное, были бы четвертым. Результат выступлений так или иначе достойный. Это при том, что в других субъектах, где уделяется огромное внимание Северному многоборью, существуют целые центры по подготовке спортсменов. Немаловажный фактор и регулярные выездные сборы. Руководство Ненецкого округа в данном вопросе пообещало помочь местной федерации. Олег Итанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Всеобщий любимец детворы и взрослых, подопечный заповедника Ненецкий, в минувшую субботу принимал у себя гостей. Пятый год подряд пробуждение Косолапова отмечают праздником Мишки на потягушке. В этом году он организован на средство гранта конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». В гостях у медведя Миши побывала и наша съемочная группа. В гости Косолапы Мандрин Марцы по старой доброй традиции идут не с пустыми руками, а несут ему свежие витамины, бананы, яблоки, ну и, конечно, любимое лакомство Мишки – сгущенку. Гостинцы для медведя несут как взрослые, так и дети. Такого объема лакомств всенародному любимцу хватит на несколько дней. Здравствуйте, скажите, а что Мишке принесли сегодня? Сгущенку привезли, капусты принесли ему. А капусту он тоже любит? Не знаю, может и любит, не знаю. Часто приходите сгущить? Ну, не так часто. Но подкармливаете? Да. А ты что пилила Мишке? Яблоки. Яблоки, а что у тебя там? Апельсины? Яблоки, апельсины. А что, думаешь, Мишка любит? Да. Да. Бабушка говорила, что бабушка приходила кормить Мишку яблоками, и он ел. Молодец. Да, пап. Так. После зимней спячки в рацион его какие продукты должны в первую очередь? Вы знаете, он когда просыпается, ест все, абсолютно все. Потому что то, что ему необходимо в организме, он сам это чувствует и ест все подряд. Вот. Если, например, что-то много, он уже не будет ест. Если, например, яблок закинуть ему сюда килограмм двести, он съест парочку, и все, и больше не будет. Он знает, сколько ему надо. То есть яблоки надо дозировать? Да, да, конечно, конечно. Я просто много, огромное количество изгущенки сейчас будет, и я потом его три дня просто отпаиваю, и будут изгущенки все у него от сладкого плохо. И все, водичкой теплой отпою три дня. И все, потом он обратно приходит в свой рацион. По словам Дмитрия Леонова, который непосредственно ухаживает за медведем уже на протяжении семи лет, в сладком Миша не знает меры. А еще косолапый очень любит детский смех, но боится шумных компаний и звука снегоходной техники. Именно она-то и стала причиной пробуждения Миши. А когда он просыпается, как он себя ведет первое время? Еще сонный, конечно же, мятый весь. Но ничего, потом сырничками, сметанкой, молочком отпаиваем, и все хорошо. Пятый год подряд после пробуждения своего подопечного сотрудники заповедника Ненецкий организуют для посетителей праздник Мишки на потягушке. Здесь даже самый маленький гость найдет себе развлечение по душе. Не боишься медведя? Нравится тебе? Нравится. Еще будешь приезжать? Приезжай обязательно. Все очень нравится. Мы здесь живем на факеле и каждый год ходим на этот праздник. Нас все устраивает. Очень интересно. Спасибо большое организаторам. Все очень здорово. В этом году, так как у нас на территории много снега, мы решили сделать больше активных игр. У нас есть эстафеты, у нас есть снежный боулинг, у нас есть горки, также работает мастер-класс. Кстати, у нас бесплатный мастер-класс по росписи эко-сумок, где наши художницы рисуют силуэты медвежьей лапки и медведя. Всех, кто пришел на праздник со своей кружкой, ожидал сюрприз от организаторов. Сегодня угощаете? Сегодня всякие вкусняшки и печенюшки, и сухарики, и сушечка, и конфетки. Но, к сожалению, конфетки уже закончились. Очень вкусные. Это бонус для тех, кто принесла своей кружкой? Да. У нас такая акция проходит. Сюрпризы уже кончились, к сожалению. Первые 100 человек получили. Очень красивенькие. Мишечка с этими с изюминками и с витаминками. В этом году праздник Мишкиной потягушки организован на средства гранта конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Мы на самом деле очень рады, что существуют такие программы, с помощью которых можно реализовать много чего интересного и полезного. В этом году помимо оснащения наших игровых площадок, мы обновим нашу инфраструктуру. Летом здесь появится беседка для занятий с детьми, также туалет и некоторые стенды, еще какие-то интерактивные вещи. Это все будет в рамках проекта «Лукойл». Праздник Мишкиной потягушки дал старт сезону новых посещений. Навестить Косолапова жители и гости округа могут ежедневно до тех пор, пока не наступит время снова впадать в медвежью спячку. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Новости дня можно увидеть и на нашем сайте www.trksever.ru, а также в группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.